Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас следующая интересная и добрая сказка. Называется она «Гуси-лебеди». Смотрите, какие большие птицы. Лебеди. А здесь у нас сидит мальчик. А как его зовут и что случилось с ним? Сейчас мы всё знаем по порядку. Гуси-лебеди. Жили мужик и баба. У них была дочка, да сыночек маленький. Дочка, доченька, говорила мама. Мы пойдём на работу. Береги, братца, не ходи со двора. Будь умницей, мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошком. Сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди. Подхватили мальчика и унесли на крыльях. Вернулась девочка. Глядь, а братца нету. Ахнула, кинулась. Туда-сюда нету. Она его кликала. Слезами заливалась. Причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не отвлекается. Выбежала она в чистое поле и только видела, метнувшись вдалеке, гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом. Тут она догадалась, что они унесли её братца. Про гуси-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела печь ты. Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Печка ей отвечает. Съешь моего ржаного пирожка? Скажу. Стану я ржаной пирог есть. У моего батюшки и пшеничные не едятся. Видите, как высоко гуси-лебеди летят над деревьями. И дома кажутся маленькими, речки узенькими полосочками. Лес небольшой. Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня. Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка. Скажу. У меня, у моего батюшки садовые не едятся. Яблонька ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река и кисель в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берега. Куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего простого киселька с молочком. Скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонился к вечеру. Делать нечего. Надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка. На курьей ножке под одним об одном окошке кругом себя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет. Кудель. А на лавочке сидит братец, играет с серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, девушка. Девица. Зачем? На глаза явилась. Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила. Пришла погреться. Садись, покуда кудель присти. Баба-яга дала ей веретно, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей, Девица, девица, да не каши. Я тебе добренькое скажу. Девочка дала ей каши. Мышка ей сказала. Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печку посадит, зажарит и съест. Сама на твоих костях покатается. Видите, вот девочка у нас пришла в лес дремучий и там увидела вот этот вот домик бабы-яги на одной ноге. А тут кругом столы вон выглядывают. Уже темно было. Но девочке надо было брата найти и спасти. Девочка сидит ни жива, ни мертва. Плачет, а мышка и опять. Не дожидайся, бери, братца, беги, а я за тебя кудель поприду. Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает, девица, придешь ли? Мышка и отвечает, приду, бабушка. Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба-яга закричала, гуси-лебеди, летите в погоню. Сестра братца унесла. Сестра с братцем побежали. Добежали до молочной реки. Видят, летят гуси-лебеди. Речка, матушка, спрячь меня. Поешь моего простого киселька. Девочка поела и спасибо, сказала. Речка укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежали, а гуси-лебеди воротились, летят навстречу. Вот-вот увидят. Что делать? Беда. Стоит яблонька. Яблонька, матушка, спрячь меня. Поешь моего лесного яблочко. Девочка поскорее съела и спасибо, сказала. Яблонька ее заслонила ветвями, прикрыла листьями. Гуси-лебеди не видели, пролетели мимо. Девочка опять побежала, бежит, бежит, уже недалеко осталось. Тут гуси-лебеди видят ее. Загоготали, налетают, крыльями бьют. Того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки. Печка, матушка, спрячь меня, поешь моего ржаного пирожка. Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печку села в устицу. Гуси-лебеди пролетели, полетали, полетали, покричали, покричали, ни с чем улетели к Багбеге. Девочка сказала печке спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли. Видите, брат с сестрой теперь уже дома, прибежали и рады, что успели. И все получилось хорошо. Какое волшебное слово девочка всегда у нас говорила всем. Вы, наверное, заметили это слово спасибо. А какие вы еще знаете волшебные слова? Давайте подумайте хорошо. И до следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания. встречи. До встречи. До встречи. До